Россию нельзя победить. Её можно только развалить изнутри. Семена. Перед сладкий, баклажаны, базилик, колбаса, хлеб коломенская, крекер Яшкина, майонез Слобода. Просто вы скажите по-честному источник вашего финансирования назовите. О, какая покупка была. О, какая покупка. Ой, это явно. Да, это мы к празднику готовились. Тут бизнес-равновление не обошлось. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Вот о чём речь. Замечательный телевизор. Богатей. Он же богатей. Он рабочий. Он рабочий. Мы не смотрим здесь телевизор, хотя антенну-то наладили, но как-то чего-то желания нет. Я был в восторге от того, что мою жену признали средством массовой информации иностранным агентам. Единственный человек в Рязанской области, обладающий этим званием. Героев больше у нас. Россия и Советского Союза, верно? В Рязанской области. То есть меня назначили СМИ иностранным. Я вот, да, вот живой человек. Вот у меня вот уши, да, вот у меня глаза, вот у меня руки. И я средство. Средство массовой информации. Тоже хорошо. Это почти так же прекрасно, как и звезда Давида. Рязанской области. Она у нас такая прирученная, когда постукиваем, она значит, что ее кормить будут. Цветы у нас есть всегда, начиная с середины апреля и заканчивая ноябрем. Это дача. Мы здесь живем и нам здесь хорошо. Иностранный агент тоже занимается хозяйством, сажает землю семечком. С удовольствием наблюдает, как эта семечка будет прорастать. Как из этой маленькой крошечки появляется росточек, потом первый листочек, потом второй листочек. Потом это превращается во что-то, что дает плоды или украшает собаса. Я это просто очень люблю. Вот такой вот помидор. Это будет черный мавр. И какой-нибудь сейчас еще покажу. Когда созреет, будут оранжевые полоски на красном фоне. Это называется амурский тигр. И сидим мы на вашей шикарной фазенде. Сколько здесь соток? Шесть. Как положено от папы с мамой по наследству, как прочим этот домик тоже. Все остальное попытались сделать сами. А так, ну, вот этот мангал, это подарок на 70-летие мне. За рубежом много недвижимости? А вы меня нездоровым человеком оставите. У меня нет за рубежом недвижимости вообще тоже. Одна такая первая жизнь ранне школьная. Такой хулиганский полуактивизм. Потом городской комсомольский штаб. Потом ступенечка в той жизни руководителя городского комсомольского штаба. Ну, это вот, наверное, такой первый серьезный кусок, первая десятилетка. И тот комсомол, который был нашим комсомолом, это не то же самое, что формальный подход в горкомах или обкомах. Потому что мы создали свой мир. Свой мир, в котором были ценности. В котором было что-то, что давало нам возможность мечтать. Всегда думать только о хорошем. Ну, нет, не так я, наверное, сказала. Не то, что всегда думать только о хорошем. Мы прекрасно понимали, что очень много негатива вокруг нас. Но всегда иметь надежду, что с этим негативом, с проблемами мы справимся. Мы справимся в том, что вместе. Мы знали наизусть шесть орденов комсомола. Мы считали, что знание устава комсомола – это очень важно. И партия наша рулевая. Сначала у меня было очень идеалистичное отношение. Я видела наших коммунистов, сотрудников Дворца пионеров. Это прекрасные люди. Для меня образец и пример. И я думала, что раз я занимаюсь школьным комсомолом, я просто обязана быть похожей на старших товарищей. Они мудрые, они опытные. Они столько много делают во дворце для воспитания какого-то грамотного, интеллигентного поколения. Они трудяги. То есть они для меня, правда, пример. Пойду-ка я в партию. И вот меня стали привлекать то к подготовке к какой-то там комсомольской конференции, то к каким-то еще рабочим процессам. И на моих глазах стала проявляться изнанка. Даже не изнанка, а стало проявляться то, что есть на самом деле. И когда еще в это же время стали появляться книги, которых раньше не печатались, там издатовские. Свой мир такой благополучный, замкнутый, уютный, комфортный. А тут стеночки уютного мира начали разрушаться. И я стала понимать, что то, что делает партия, это не только благородно, но еще и страшно и чудовищно. Я услышала слово репрессии. Меня это тогда так резануло и поразило. У меня как будто бы что-то во мне поменялось, вот кардинально перевернулось просто. стало совершенно другой стороной для меня открылось. Однажды я уже тогда была молодой мамой. Я много времени проводила дома и много времени проводила на кухне, чтобы готовить там еду себе и детям семье. Я посмотрела по маленькому вот такому вот переносному черно-белому телевизору съезд. Боже мой, какой год, какой это был год. Выступал Сахаров. Национальные проблемы мы получили в наследство от сталинизма на сационально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики разделяй и властвуй. Председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек инициатор перестройки. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава, соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разрушения, включая полное сопрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. И вот выступает человек, фамилия которого я слышала, я знала, что он академик, что он физик-ядерщик, что он изобретатель в области термоядерного оружия и термоядерных процессов. А он стал говорить о правах, о свободе, о том, что не должно быть тоталитаризма, а об ужасе диктатуры, и прям транслировали, как участники этого съезда стали сначала хлопать, и я порадовалась, аплодируют, а потом каждое его слово стали захлопывать. Все. Заберите свою речь, пожалуйста. Заберите. 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 И после этого выступления вышла какая-то тетка, доярка, крестьянка, работница из Иваново, из Кемерово, из не знаю откуда, и стала говорить, как мы любим партию, какой у нас правильный курс, какой у нас правильный там вождь, и хоть-то еще нести ахинею славу КПСС. И дальше после этого вставали какие-то люди, и все про славу КПСС. Но настолько врезались слова Сахарова, и то, как его фактически выставили, как его начали потом, собственно, травить, вот это вообще во мне все поменяло. Я стала присматриваться и к своим коллегам-коммунистам, да, спрашивать у них о том, что было вот здесь вот, а почему здесь вот так, и получала уклончивые ответы, и получала либо молчание в ответ, либо славу КПСС. Славу КПСС меня уже никак не устраивало, славу КПСС меня уже вызывало глубокую отрыжку. И я приняла решение тогда выйти из партии, подала заявление. Это, замечу, еще не было массового исхода. Это было тогда, когда люди еще питали надежды, и такого массового негатива и отторжения коммунистической идеи не было. И я была тогда беременна вторым ребенком, когда вступала в партию, а заявление подала, когда уже сын родился. Декрет на выпуск, но я все равно подрабатывала, несколько часов в неделю, там 4-6 часов выходила, вела занятия. И вот на этом самом собрании одна самая уважаемая, мной уважаемая партийка, Нина Ивановна Стрельцова была такая, выступила с обличительной речью. Она говорила о том, что мы пригрели змею на шее, о том, что такие люди не должны работать во дворце пионеров и управлять комсомолом. И я же вас предупреждала, когда она была кандидатом, что беременных нельзя принимать в партию. Мы вот тогда приняли. Ну, после спича о том, что беременных нельзя принимать в партию, мои последние сомнения развеялись. Ну, в общем-то, на этом моя коммунистическая карьера. Порыв идеалистический мой закончился. И началось инакомыслие. С днём России мира и добра! Россия! Как мы любим! Россия! Россия! За нами правда. За нами Россия. Я мониторю, где что журналистов каждый день, прям по три суда, задержания, ареста. Каждый день в разных городах. Причем, если раньше это были столицы типа Новосибирск, там Томск, то сейчас это какие-то городочки типа Рубцовск, там Захалуйск. То, что мы имеем сейчас, а мы имеем сейчас, мне кажется, что-то гораздо более страшное, чем тогда. Оно выросло оттуда. Все корни там. Корни в тоталитаризме. Но сейчас вот на эту идеологию подавления человеческого достоинства, изначального неуважения человеческого достоинства, накладывается еще и правовая беспринципность. Вот в Советском Союзе смешной суд, но он был суд. Ну как был, да, то есть понятно, что по отношению к инакомыслящим никакой справедливости не было изначально, но если поссорились два соседа, то справедливый Советский суд был на стороне того соседа, который был обижен, да, там обидчик был наказан. А сейчас суд будет не на стороне обидчика, а на стороне того, за кем больше либо денег, либо власти. Все. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Какие там права человека, они уже давно у нас ересью считаются. О чем вообще? Зачем они нам? Это западные ценности, это вообще безобразие, они наши враги, а вы тут проповедуете, исповедуете эти права человека. Вот есть голос, есть руководитель, мелькоянц, он не иностранный агент. Есть рядовые руководители голоса в регионах, несколько человек, не все далеко, иностранный агент. Есть Софья Юрьевна, координатор межрегиональной голоса, объявленный иностранным агентом. Это признак неправового государства. Когда ты не знаешь, что за твоим действием последует. То есть реакция государства, она невозможна ее предсказать. 10 лет работы в «Голосе», координатором регионального отделения «Голос» в Рязанской области. И я член совета движения «Голос». Ну, конечно, не «Голос» сам по себе, а наблюдение за выборами. И та аналитика, которую «Голос» делает по итогам наблюдения. Я думаю, что у нас в Рязани всегда было что понаблюдать. И выводы, которые мы делали, не нравились. У меня начались истерики. Я вас не представляю. Тогда, осенью. Ну, то есть любая какая-то там новость или вот эта плашка, у меня начинают течь слезы. Я не могу просто публиковать свое сообщение в сети. Я должна сопровождать его словами, большими буквами о том, что я иностранный агент. Я должна этим же сопровождать каждое свое обращение во власть. Я должна с этого начинать любое свое публичное выступление. И вроде тоже пустячок, да? Ну, а что вам? Трудно, что ли, написать 24 слова. Я иностранный агент. Я понимаю, что я каждый раз должна говорить, что я враг народа. Вот на мне звезда Давида. То есть я совершила что-то ужасное. Государство повесило на меня этот ярлык и вынуждает меня об этом каждый раз говорить. Эмоционально для меня это тяжело. У меня человек, наверное, 7-8 переспрашивали. Софью, а зачем вы отпечатываете? Вот, а что, без этого действительно нельзя? А без этого действительно нельзя. У нас одна из наших коллег, из «Голоса», координатор по Орловской области, Вероника Коткова, тоже ставшая иноагентом, не поставила такую плашку. Сейчас я боюсь перепутать. То ли по поздравлению с днём рождения, то ли по соболезнованию кому-то что. У кого-то умер близкий человек в Фейсбуке. И ей прилетел штраф в 10 тысяч. То есть за этим государство следит. После того, как стала учредителем, или после того, как стала иноагентом? Нет, ещё чуть-чуть. Ещё? Ещё чуть-чуть. А если есть там, ну, ещё хотя бы половина столько же. Я из таких людей, которые не говорят, хорошо, что там, где нас нет. Я всегда говорю, хорошо там, где есть я. И если вдруг рядом со мной что-то нехорошо, ну, надо просто собраться все вместе и сделать, чтобы было хорошо. Распался комсомол, ушёл в историю городской комсомольский штаб. В 91-м году мы с теми ребятами, которые тогда были в штабе, сели, стали думать, чем заниматься дальше. И мы решили сделать на базе бывшего городского комсомольского штаба Клуб начинающих журналистов. Он появился в 91-м году. В 96-м году в Клуб начинающих журналистов пришла девочка, то ли шести, то ли семиклассница, Машенька. И в межсезонье, в летние каникулы, однажды мне позвонила её мама Юлия Борисовна и попросила помочь подменить в одной из поездок человека, который должен был поехать на семинар в Донецкую область. Ну, приболел. Это был такой недельный курс. Его вели преподаватели, в основном украинские, был немножечко московских и польских преподавателей. И это были лекции по правам человека, по концепции прав человека и занятия по преподаванию прав человека. Я была тогда в шоке, потому что, оказывается, это существует. До этого словосочетания прав человека в моей жизни не было вообще. То есть, ну, просто вот, ну, не было вообще. Мы все согласны, я уверена, что Декларация, которая была работана с таким великим усилием и доволенем, и за такой длинным периодом времени должна быть разрешена по этой сессии в этой сессии. Делегация Соединенных Штатов верит, что это хороший документ, даже большой документ. Один профессор из Харьковского университета читал лекцию про какую-то декларацию. Я потом подошла, сейчас уже не вспомню, как зовут, говорю там, Иван Николаевич, а можно хоть на нее посмотреть, что это такое, вот про то, что вы рассказывали. Он открыл портфельчик, достал бумажечку, листочек А4, мелко написанный, говорит, возьми, деточек, почитай. Деточка взяла, пошла читать, потом возвращаю ему, говорю, вот, я все прочитала. Не надо, не надо, оставьте себе. Это было мое первое знакомство со всеобщей декларацией прав человека. Написано простым языком о том, что сопровождает всю нашу жизнь, о том, как это должно быть. И я не удумевала, а почему я раньше этого не видела? Это потом я узнала, что оказывается текст всеобщей декларации прав человека, которая была принята в 48-м году, в разработке которой принимала участие в том числе и советская делегация, и достаточно большой вклад вынесла в формирование самого текста, в работу над этой декларацией. Потом, правда, воздержалась от ее принятия на генеральной ассамблее в 48-м году, но это дело второе. Так вот, этот текст наша советская власть засекретила. Этот текст могли читать только международники, дипломаты, журналисты, или какие-нибудь там военные, пресс-аташи, и, собственно, все. И они расписывались в журнале первого отдела о том, что да, я познакомился с этим текстом, с текстом международного пакта о гражданских политических правах, или каких-то еще других международных документов, и расписывались за то, что этот документ секретный, он не подлежит разглашению. Конечно, я все это восприняла прямо в момент. И, конечно, я эти уроки прав человека понесла в клуб журналистов. Мы сделали цикл занятий, курс годичный, потом пошел второй год. И, в общем-то, у нас так потихонечку на базе клуба фактически сформировалась своя школа, школа прав человека. Мне, как человеку, который постоянно рядом с этим агентом, крайне стало очень некомфортно, потому что тот объем работы, который вынуждена она осуществлять в связи с этим высоким званием, эти отчеты бесконечные, справки, которые надо добывать, что купил, за сколько купил, где взял деньги на это, и так далее, и так далее. Это скрупулезный, вот каждый квартал надо считать, и потом, не дай бог, вы что-то пропустите, забудете, потому что тут же последует наказание, Миньюз за этим следит. Эксельская форма. иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, нет. Так же, как и нет специальной формы для иностранного агента физического лица. И я должна каким-то образом, из воздуха, наверное, может быть, через связь с космосом, понять, что именно мне там заполнять, чего там не заполнять. Были ситуации, когда кто-то из тех, кто получил этот стратус, раньше меня отправляли не очень правильно заполненные отчеты, им из Миньюз-то приходило предписание, вплоть до штрафов, что вы не так заполнили отчет. Но как надо, Миньюз никому не рассказывает. То есть я не знаю, как правильно заполнять этот отчет. И будучи средством массовой информации, я отчитываюсь за свои расходы и за то, что я сделала. А что я, живой человек, делаю? Вот что я делаю? Я занимаюсь домашним хозяйством. Вот у нас дачное хозяйство. Я выращиваю огурчики, помидорчики, капусточку. Потом осень придет, будем солить капусточку, помидорчики, огурчики мариновать. Я каждый день что-нибудь готовлю. Вот щи, супчик. Очень люблю супчик харчо. Картошечку жареную люблю. В магазин хожу, стираю, подметаю. Что еще? У меня есть хобби. Я рисую картинки по номерам. Я вышиваю крестиком. Я вяжу. Вяжу спицами и вяжу крючком. Вы это вносите все в отчет? Да. Я это все вношу в отчет. Может быть, кто-нибудь... Деятельность, да? Может быть, кто-нибудь это не вносит в отчет, да? Ну, я-то живой человек. И так, примерно 50 страниц. Вывести, собрать, прошить. И отправить по почте с описью вложения и с бланком уведомления в двух вентилярах о том, что Минюстом эта хрень получена. Минюст один бланк оставляет себе, а второй отправляет мне. И пойти потом на почту, получить еще постоять в очереди уведомление о том, что Минюст прочитал мое письменное послание. Софья Юрьевна, ее не устраивает, естественно, пенсия, 20 даже с лишним тысяч рублей. Она ищет возможности зарабатывать. И правильно делает. Она репетиторство, у нее талант, она педагог замечательный, она организатор замечательный, она тренер отличный, она училась этому. У нее это практически профессиональное образование. Она умеет это делать. Я преподаю права человека. Это да, я об этом тоже пишу. Я веду занятия для старшеклассников по подготовке их к экзамену по обществу знания. У меня официальная репетиторская деятельность, я зарегистрирована как самозанятая. Да, я вот этим занимаюсь. Ну вот. Директор говорит, Софья Юрьевна, я отношусь к вам очень хорошо, но родители, якобы родители, принесли вот эти фотографии и задали вопрос, каким образом педагог, который поддерживает Украину, ну или что-то в этом роде, я недословно цитирую, да, и который критикует Путина, может работать в вашей школе. Проходит какое-то время, и ты понимаешь, что то, что приносило тебе страдания, дало тебе колоссальный толчок к развитию, открывает какую-то новую страницу в твоей жизни и оборачивается сплошными плюсами. Машина-мелочевка, я так считаю, мелочевка. Разбили стекло, там что-то прошарили, вытащили магнитолу, что-то там еще повырывали. Это все чисто материальное. Тут важно, что это произошло в вечер перед стартом очередного наблюдения выборов в Рязанской области. И якобы это были хулиганы. Понятно. На предыдущих выборах у нас хулиганы именно в подокном штаба наблюдателей прокалывали шины ребятам. Гораздо большее потрясение в моей жизни был мой уход из 4-го лицея. Когда директор меня вызвала и сказала, что вот только вы воспримите это спокойно, вот только у самой слезы на глазах, я поставлена в ситуацию, когда я просто не знаю, что мне делать. И вспомнили разговор, когда меня звали на работу в 4-й лицее. Я улыбалась и говорила, на всякий случай я должна вас предупредить, что я же координатор голоса, что я занимаюсь наблюдением выборов, может быть, это не очень понравится. Что вы, что вы, говорила мне директриса. Сейчас не те времена, там отдельная история с тем, как учителя бегают и докладывают сначала своему начальству, что ей кажется, что другой преподаватель неправильно тему политику в 8-м классе преподает. Не так вот рассказывает о государстве. И вообще вы обратите внимание на фотографии, которые у него в ВКонтакте. Тут вмешался сначала ректор Реро, в то время он был депутатом. И как раз тогда были времена, когда он вот-вот должен был уйти в ЦИК. Николай Вянович Булаев, куратор лицея номер 4, большой друг директрисы, спонсор, обаятель, обожатель, ну и так далее. В общем, когда он узнал, что в школе работает Софьюрина Иванова, то, как мне сказал директор, мне из такого места поступил сигнал, он говорит, что не представляет, я даже боюсь произносить это слово, что я не могу ничего сделать. Субтитры создавал DimaTorzok По официальной версии, после чего вас назначили на агенты? По официальной версии, после того, как нашли у меня 15 репостов различных публикаций. В основном это Радио Свобода, Медуза, что-то еще из этой серии. Есть их 11 в социальной сети Одноклассники, 4 в Фейсбуке и 1 в ВКонтакте. Примерно как-то так. И 500 рублей денег перевода от некого гражданина иностранного государства в апреле 2021 года. Мы долго искали, что это за гражданин. Нашли информацию о его номере паспорта, это все, что нам прислал Минюст в ответ на наш запрос. И потом только через запрос суда выяснилось, что это гражданин Таджикистана. С конкретной фамилией. Я пыталась его искать в социальных сетях. Человек с такой фамилией и именем, ну как у нас примерно Сергеев Кузнецовых или Алексеев Ивановых. Не нашла. Ну суд первой инстанции, судья Прошкина, она такая, все сделает как надо власти. И фамилия подходит. И она приняла решение, естественно, не в пользу Софьи Юрьевны. Говорит, не будем отменять решение Минюста, он все сделал правильно. А апелляционная инстанция недавно, областной суд, сказала, нет, мы пока не будем принимать решение. И оставлять решение суда первой инстанции в силе, потому что Минюст не представил документов, подтверждающих наличие вот этих денег у Софьи Юрьевны. И они готовы отменить решение и направить на новое рассмотрение. Вы можете ее уговорить, сказать, Соня, ну вот ты наблюдаешь, наблюдаешь эти выборы, и ничего не меняется. Да брось ты это все. Не могу. Дело в том, что я ведь сам наблюдаю выборы. И мне противно видеть то, что происходит на этих якобы выборах. Я понимаю, что выборов нет. И она это прекрасно понимает. Но почему все равно мы этим занимаемся? И она как организатор выборов, координатор межрегиональный. Все очень просто. Мы летописцы. Мы фиксируем все то, что происходит сегодня в этой стране. В части как раз вот этого избирательного процесса. Мы понимаем, что если мы этого не сделаем, потом будут говорить, а все было честно, все было хорошо. А нам нужно документально зафиксировать то, что выборы не были честными, а стала быть власть преступна. Суд состоится, трибунал будет, международный, скорее всего. Поэтому наши факты того, факты, которые доказывают эти преступления, которые мы фиксируем, они будут востребованы. Поменяется ли что-то в вашей жизни, если все выборы внезапно станут честными, а права человека будут соблюдаться? Конечно! Я, наконец, уйду на пенсию. Я, наконец, начну вязать, вышивать, готовить. Я, наконец, посажу капусту и выращу вот такую капусту. Я об этом мечтаю. Смотрите, что набрали. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok